дорогие сегодня ночью в иерусалиме пошел снег и вот до утра шел вот так у сантиметров 15-20 как и обещали синоптики покрыл этот снег заложил все но здесь снег такой неинтересный он стоит и все под низом прям слякоть такая и можешь подскользнуться и мокрый снег ну чё дня два наверно будет таять и плюс чего наверно дождь пойдет уже сейчас немножко холодновато но решил сделать видео себя во дворике здесь на крыше точнее у себя от святых архангелов дня два назад выкладывал видео как армянская церковь освещает воду реке иордан там возникли всякие вопросы задавали мои подписчики и друзья ну связаны с этим почему именно в этот день что там вы делаете и вот решил сделать такое видео где бы показал ну вам познакомил как все другие конфессии церкви освещают воду и в какие дни и почему мир вам дорогие зрители многие наверное знаете что армянская церковь рождество господне и крещение бога явления справляет в один и тот же день 6 января в иерусалиме мы по празднике справляем по юлианскому календарю то есть на 13 день позже дней позже с 18 на 19 января как в армении других местах 5 на 6 января и только армянская церковь осталась верной древней традиции все праздники рождество господне и крещение справлять праздновать в один и тот же день в пятом веке западная церковь ну и греки и римляне перешли на то есть рождество перенести на 25 декабря а потом там старый новый календарь поэтому православные справляют ну 25 декабря плюс 13 дней там 7 января выходит то католики 6 января крещение справляют православные 19 января в общем такой микс и все остальные церкви эфиопы копты сирийцы тоже вот рождество и крещение господне справляют как православная церковь и как сказал только армянская церковь осталось верно вот это древней традиции справлять всего вместе значит мы 19 числа 18 точнее отправляемся в вифлеем вифлеем и служим литургию 19 на утро у такс ночи на утро также литургия служится и освещается вода прям в церкви мы поэтому нам трудно в один и тот же день быть и и иордане и еще служить вот эти литургию там нас нету церкви но есть церковь построен недавно на территории иордане близко к берегу там немножко на возвышенности церковь насколько знаю построил ну архитектор гулиан который строил церковь в москве тоже и в армении не у него есть много церквей красивая церковь и она колоритно с прямо с пустыней с местом вот иорданским местом вы наверно уже видели и вот фотки тоже будут вот смотрите значит интересно то что в иордании по указу короля уже давно все церкви рождество справляют в один и тот же день то есть все христиане должны праздновать 25 декабря а пасху справлять по юлианскому календарю то есть и католики армяне все там кто есть все вместе справляют этот праздник то есть вместе справляют чтобы не было разделение различий чтобы каждый ну король так решил король иордании но здесь не так и вот девятнадцатого ямваря уже 18 ямваря днем на гробе богородицы и на гробе христа в храме гробе господнем служится литургия а девятнадцатого ночью ночная литургия на гробе освещают воду освещает воду утром в вифле извините на гробе богородицы и в святом якове освещается вода утром рано и уже через ближайшее воскресенье от 2 19 ямваря ну или зависит от недели тоже от как решит патриархия мы отправляемся освещать воду на реке ордан если заметили напротив приходит наша община из армян из иордании сегодня наставитель их это общины отец а вот из дорогие час пошел дождик я вот пойду в другое место дорогие вот пришел сюда под крышу под навес чтобы тут дождь капает на камеру чтобы не попала капли в общем в иордане у нас есть община большая там настоятель отец авитис и они когда мы освещаем воду они приходят вот на противоположном береге они тоже становятся и с нами молятся там метров 10-15 нас разлучает и они тоже вот вместе с нами становятся соучастниками этого этой молитвы значит там мы проводим простой чин который в армянской церкви принято освещать воду там поются шараканы освещается вода три раза благословляется крестом а потом возливается мира святая мера и люди кто хочет моют омывают берут воду с собой ну пить эту воду нельзя но как бы по вере людей то они могут умываться этой водой крещенской вот так скажу водой и там возливается миром задавали вопрос что это вот это из голубя возливается мира кто если был в армянской церкви на крещение должен увидеть и во время крещения детей когда вот крестят детей возливают вот так мир в купель вот такой сделанная такая специальный сосуд чаша в образе голубя из клюва так выливается мира значит мы всегда вот так как бы самый последний там все это делаем потому что все заканчивают в основном у всех это 19 января там у но у католиков у них же 6 января но они справляют этот право праздник по моему еще называется в честь трех королей которые в этих трех волков которые пришли поклонились христу это тоже вспоминают это крещение более как память вспоминание крещения господня и насколько знаю они справляют первое воскресенье после 6 января и вот здесь на святой земле они идут тоже на место где крестился христос наш господь у них там была часовня ну как понял разрушены она находилась зоне где минное поле было вот недавно очистили минное поле по моему года два и в этом году они уже справляли вот это мессу то есть литургию служили там но как я понял они воду специально так не освещают но есть у них такое то там под навесом на наверху берега там есть такой навес и там них есть традиция в этот день крестят детей не в самой реке а специальный такой паску купель такая да где крестит детей ну вот их основная это то есть память спам вспоминания крещения господня в этом году они по моему 9 января справили вот я нашел видео в интернете вот вы видите да вот это все ну греки они девятнадцатого справляют у них такой торжественный вход как ну и всех тоже такой торжественный вход вход это у них праздник но у нас такого торжественного входа нет у нас ну а у всех там скаутом идут может это их праздник а у нас это не праздник просто идем освещать воду и все у нас здесь общины из яфа айфы тель-авива из вифлеема из иерусалимом там три четыре до пяти автобусов людей приезжают но вот эти годы как карантин ну этот коронавирус точнее уже мало людей приезжает немножко в этом году то всего лишь был один автобус армян к сожалению из-за коронавируса и вот греки и все остальные торжественно со скаутом приходит в этот день 19 января и по очереди служит ну греки там служит литургию них есть церковь недалеко от реки ордан от берега на территории израиля служит литургию потом вот под навесом рядом с берегом освещают воду в таком специальном специальной купели там крест который завернут то есть украшен цветами листьями и потом это после этого освещения патриарх спускается вниз и вот эту крест с цветами они бросают воду ну там веревка чтобы не потонул крест и три раза так бросает туда и у них есть приученный голубь и в это время кто-то бросает голубь и голубь приходится садиться на посох патриарха и несколько лет тому назад в фейсбуке такая истерия чудиков армян которые любят чудеса ну эти армяне нашли откуда-то где-то что типа вот смотрите чудо произошло во время освещения воды греческой православной церкви голубь чудесным образом пришел и сел на посох патриарха это знамение там что только не писали я им объясняют нить какого чуда нет это у них есть такая традиция по моему осилийцев тоже у всех бросают голубь это приученного головы который ну символический образ духа святого который приходит обратно садится туда где его научили чтобы он садился и от греки вот так освещает их паства из греческой общины иордании тоже присутствует на противоположном береге садится садится но в этот день также приходят копты ассирийцы и эфиопы ну эфиопы тоже вот вы сейчас увидите я выклад выложу видео их как с такими барабанами очень торжественно приходит паства их эфиопская как понял они служат литургию или какая-то служба но именно в воду освещают или нет вот я видео не нашел ну мне кажется тоже освещают а а а а и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Он свободен, так, туристическое место. И у нас очень есть такая традиция, очень бывали часто и давно, и в наши времена, крестить людей в реке Иордан. Но там, где крестился сам Господь, вода очень такая грязная, мутная, и там в основном мало кто крестится, но я сам, например, крестил одну девочку, не армянку, я не буду говорить кто и что, которая решила принять христианство, стать христианкой. Она веровала во Христа, и ее, когда решили крестить в реке Иордан, вот я Иорданит. И я, значит, вы увидите в видео, я там крестил ее, прям окунал три раза в воду. В общем, интересно было, это первый раз в жизни у меня практика такая была, очень интересно было. И там к нам даже в этом у меня тогда в лайв-журнале, это в 2010 году было, в мае, где-то в конце мая, я выкладывал, что к нам пришли гости, там какие-то боберы или что было, подплыли к нам. Если найду фотку в этом, ой, в лайв-журнале, тоже вот покажу вам. Ну, в общем, когда крестились, закончили, там родственники были, с ними знакомые, и они зашли тоже купаться. Я так, наверху было кафе, кафетерия, я вышел попить кофе там, ходил, пил кофе, и стоит камер, это телевизор, телевизор большой, и смотрю, наши, то есть мы крести, нас показывают там. Я подошел, говорю, что это, говорит, вот мы вот, у нас камеры стоят, мы снимаем, вот, если хотите, платите там, по-моему, 20 или 30 долларов за вот этот диск. В общем, я взял два диска, и один подарил этой девочке. И вот, вот сейчас это видео посмотрите, если вам интересно, вот такая практика крещения вне купели, вне церкви. Вот такие дела, не знаю, как получится, надеюсь, вам понравилось это видео, дорогие. Друзья, задавайте вопросы, ставьте лайки, ну и распространяйте, буду рад, если вы будете распространять мои видео тоже. Спасибо вам, и храни вас Господь. Ну и приятного просмотра вот это крещение, которое было на реке Иордан. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok